Середина зимы – время, когда в главных зимних видах спорта каждый уикенд происходит что-то интересное. Мы подобрали для вас самые зрелищные события ближайших выходных. Спортивная зима – это странное время, когда соревнования по зимним и летним видам спорта происходят одновременно и даже по соседству. Но присутствие в телепрограмме футбола, баскетбола или тенниса не отменяет тех дат, что мы видим на календаре. И так как на календаре с середины января, то и начать нужно именно с тех дисциплин, которыми положено наслаждаться в середине зимы. Например, с биатлона. И пусть на этапах Кубка мира в Альпах наших спортсменов нет, но зато у нас есть свой Кубок Содружества. На него сборные России и Беларуси выставляют всех сильнейших, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Первая встреча российских биатлонистов с белорусскими в этом сезоне завершилась победой наших западных соседей. Поэтому лидеры сборной России жаждут взять реванш. Что получится, можно будет увидеть уже в субботу. В этот день состоится мужская и женская гонки-преследования. А в воскресенье можно будет посмотреть на масс-старты. Главным конкурентом биатлона в борьбе за зрителя будет другой зимний вид спорта. А именно, нежно любимое в нашей стране фигурное катание. Отечественная Федерация выказала невероятную изобретательность, запустив целую серию турниров, которые не дают простаивать нашим фигуристам даже во время бойкотов и санкций. Ближайший уикенд нас ждет одно из главных соревнований – Кубок Первого канала. От всех прочих турниров это отличает необычная формула. Всех фигуристов делят на две команды. И результаты всех участников идут в общие копилки. В прошлые годы команды возглавляли Евгения Медведева и Алина Загитова. Имена капитанов этого года пока не объявлены. Зато известны имена заявленных участников, а это практически весь состав сборной России. Женский одиночный разряд представляют Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова и Алина Горбачева. У мужчин соревноваться планируют Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мазалев, Макар Игнатов и Глеб Лутфулин. Плюс четыре пары – это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галямов, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Ясмина Кадырова с Валерием Колесовым. Кроме того, будут и два танцевальных дуэта – это Елизавета Хуйдабердиева и Егор Базин, а также Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. В общем, другие времена эти спортсмены бы боролись за медали чемпионатов мира, а сейчас радуют нас. Ну, а тем, кто хочет отвлечься от длинной зимы, мы можем порекомендовать теннис. В Австралии, где температура на кортах поднимается до плюс 50, а временами она сменяется проливными дождями, проходит открытый чемпионат по теннису или Australian Open 2023. В субботу и воскресенье состоятся ключевые матчи. Именно в эти дни определится, кто пройдет во вторую неделю турнира. А это, между прочим, своеобразный знак качества, отличающий по-настоящему топовых теннисистов от остальных. И поскольку в теннисе, в отличие от прочих видов спорта, российские спортсмены продолжают выступать на крупнейших турнирах, то у нас есть все шансы увидеть на корте Даниила Медведева, Андрея Рублева, Дарью Касаткину или Веронику Кударметову.